Уличное освещение, детские площадки и автостоянки. Муниципальные образования Ненецкого округа смогут получить субсидию на благоустройство территории в рамках инициативного бюджетирования. Программа начала работать с 2017 года и помогает решить именно те вопросы, которые волнуют население. Один из активных участников программы – Коткинский сельсовет. Александра Литкова расскажет подробнее. Село Коткино не самое крупное в Ненецком округе. Здесь проживает чуть больше 300 жителей. Парк отдыха в центре села стал одним из первых проектов, который был обустроен здесь в рамках конкурса инициативного бюджетирования. И сразу стал любимым местом времяпровождения жителей и гостей Коткино. В этом году муниципалитет планирует продолжить благоустройство. У нас есть детские площадки, которые дети пользуются, но вот сейчас уже приходит время, когда надо менять оборудование. Поэтому будем менять, потому что и летом очень большое количество детей приезжает бабушкам, дедушкам, внуки. Будем благоустраивать. Благоустраивать береговую зону, потому что у нас все-таки там, где находилась старая деревня, там надо наводить тоже места, украшать и берег. Есть возможность. То есть в этом направлении будем работать. Благоустройство территории – одно из приоритетных направлений работы любого муниципалитета. Мнение жителей в этом вопросе играет важную роль. Ведь именно от их активности зависит, будет ли в селе новая детская площадка, уличное освещение, тротуары или озеленение улиц. Очень рады, потому что очень благородная цель у этого проекта. Самое главное – это вовлечь население в активное благоустройство своего населенного пункта. А самое главное – делать именно те проекты, которые нужны людям. А учитывая то, что это будут делать сами люди, сами, там, может быть, те же предприниматели, которые работают в этих муниципальных образованиях, соответственно, и качество подготовки тех проектов, и их долголетие, и их востребованность, оно, конечно, увеличивается. Заявить на конкурс каждый муниципалитет может не более трех проектов. При этом сумма софинансирования из окружной казны составит до одного миллиона рублей на каждый проект благоустройства. Основное в нашем проекте по финансированию местных инициатив – это то, что самую большую нагрузку на себя берет, конечно, окружной бюджет. Вот 89% – это средства окружного бюджета, 10% – это не менее 10% – это средства местного самоправления, местные бюджеты. И не менее 1% – это должно быть софинансирование либо участия граждан, либо индивидуальных предпринимателей или организаций. В 2021 году на финансирование проектов в рамках инициативного бюджетирования в окружной казне заложено порядка 6 миллионов рублей. Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются в Департаменте внутренней политики Ненецкого округа до 15 февраля. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.